Здравствуйте! Снова наши видео уроки. Сегодня мы рассмотрим, тему клинча продолжим, мы рассмотрим варианты приемов именно борьбы уже за корпус. На прошлом видео уроке мы рассматривали за шею борьбу, за голову. А сейчас что нужно делать, какие самые распространенные, довольно эффективные приемы при обоюдном захвате за корпус. Итак, первое начнем. Опять я вам покажу все три. То есть первое это скруточка. То есть мы пошли сразу встаем в захват, да, и по принципу тому же. Второе. Идет залом на спину, идет мы стали за корпус, поясница. Такой довольно болезненный, неприятный прием. И третий. Сейчас я вам покажу, это сбивочка с подъемом была. Сейчас медленно, все как делается. То есть первое. Сразу встаете, одна рука внутри, одна снаружи, да, изначально, как бы, вот. Это наша такая борьба. Лучше, конечно, учиться сразу. То есть вы с дистанции сходите с противником. Он идет за голову, да, вы моделируете ситуацию, как будто вы проиграли голову или специально ее отдали, как многие делают, для того, чтобы за корпус ходить. И пошли за корпус, к нему поджались сразу. То есть из этого положения, когда у вас две руки внутри, можно очень много всего сделать, как бы, довольно эффективно и вам проще. То есть у вас жесткий захват корпуса идет. То есть первая скруточка. Так же самое, как в видеоуроке про затылок, да, в принципе тот же сам. Поставляем ножку свою правую под его, левую вплотную. Опять его немножко на себя завариваем и начинаем скручивать себе за спину. То есть раз, ложим, и чисто на спину его скручиваем. И получается, вы за счет резкого инертного движения опять встали. Раз, и он уходит, перекручивается, возможности у него равновесия нету. Одна нога заблокирована. На второй он прокручивается, и вы ложите его себе за спину. Второй момент, это на пояснице опять вы стоите, он идет за голову, вы сразу вошли сюда. Здесь важный момент. Ваш захват должен быть максимально низкий. То есть вот на поясницу, именно на переход к пояснице. Здесь такой полезный, если ломать, да, перелом спины идет. Когда спина идет на излом, когда вы назад прогибаетесь, вы чувствуете, как у вас в пояснице такая боль. Вот этот момент нам нужно словить, именно эту точку. И как бы, идя на противника дальше, вы давите сюда, поджимаете его на пояснице и давите. А своим корпусом его ломаете назад. То есть боль такая появляется, как будто вам хребет ломают. Невозможно корпусом удержать эту силу. Вы устали, подхватили, перехватили немножко. Давите и вниз его давите. И ваша задача в конце, он же за вас держится, да. Когда вы это делаете, немножко голову опустить и корпус до сутулы сделать, чтобы он съехал просто с вас. Потому что он же противник просто так вас не отпустит. То есть вы взяли борьбу, перехватили, на него пошли и спустили с себя его. Ну он съехал, спину ему переломали и он съехал. Ну не в прямом смысле, а на измом взяли. И последний. То, что мы делали с подъемом, то же самое. Вы зашли. Ваша задача, как можно ближе к пояснице сделать захват. То есть чем будет ближе, тем вам легче будет противника поднять. Потому что если вы возьмете захват сверху, от пола я его не подниму. Если я возьму ниже, да, то есть принцип, как борцы делали. Вы на ножках подсаживаетесь, немножко делаете полу-кресет на ножках и захват перехвачиваете на поясницу. И потом за счет ног просто поднимаете. Когда вы уже подняли, вы одной ножкой в воздухе. Когда он стоит в воздухе, одной ногой подбиваете его ноги. Для того, чтобы они вышли в сторону, голова, то есть ноги уходят вправо, голова влево. И он падает чисто на пол. То есть вот встали еще раз, раз, подхват, подсед. И он падает на пол. То есть ноги уходят вправо, голова влево. Очень эффективно тоже. Вы подняли его, коленом сбили и бросили на пол со всей. И получается, он боком повернулся и с метровой высоты падает жестко в пол. То есть это такие три довольно распространенных, часто применяемых именно в борьбе клинча приема. Именно за корпус. То есть вы учитесь или сразу с обоюдного захвата за корпус, боретесь за этот захват и начинаете проводить прием. Или специально отдаете ему голову. Или моделируете ситуацию, когда противник выиграл захват за голову. Вы тогда идете за корпус и уже за корпус начинаете проводить свои приемы. На этом мы закончим борьбу. До встречи в новых видео уроках. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok